Добрый день, уважаемые участники. Я надеюсь, меня видно, слышно. У нас все в порядке со связью. Тема сегодняшнего вебинара звучит так. Сервисы Google, без которых не обойтись. Поскольку сервисов Google очень много, то я эту проблему с сервисами разделила на две части. Сегодня первый вебинар из серии, второй вебинар появится в апреле. Там мы поговорим обо всех остальных сервисах, о которых не поговорим сегодня. Для начала я выбрала инструменты, которые действительно необходимы в работе. Это документы, таблицы, презентации и формы. Возможно, часть информации вам уже будет знакома, особенно если вы уже давно работаете с Google сервисами. Но, может быть, что-то интересное вы для себя почерпнете. Почему Google и почему очень часто обращаются к этому инструменту? Почему он так популярен? Ну, во-первых, потому что это бесплатные сервисы для того, чтобы работать и создавать разный контент. И тексты, и документы, и таблицы, и презентации, и викторины, и тесты, и многое-многое другое. Как только вы зарегистрируетесь, получите один аккаунт, вы будете иметь доступ сразу к огромному количеству сервисов, к большому количеству, и уже нет необходимости, допустим, осваивать какие-то другие новые инструменты, если все у вас под рукой. С одного аккаунта можно создавать огромное количество контента совершенно бесплатно. Ограничений нет никаких. Ну, по поводу небольших ограничений я, походу, буду рассказывать. Кроме того, Google сервисы достаточно простые в освоении. Большинство из них уже русифицированы. И они похожи на уже знакомые нам инструменты. Допустим, документы Google похожи на Word, скейтфайлы, таблицы на Excel, а презентации на PowerPoint. Поэтому здесь вам не понадобится много времени для того, чтобы все это освоить. Осваивать можно даже в процессе работы. Кроме того, как только вы создаете аккаунт, вы получаете облачное хранилище. Бесплатно предоставляется 15 гигабайт свободного пространства. Это хранилище называется Google Диск, на котором вы сможете хранить не только все, что создали в рамках Google сервисов, но плюс еще можете загружать свои какие-то материалы, созданные в других сервисах, в других программах, и все это хранить и иметь доступ к любому устройству. Вот Google сервис как раз позволяет получить доступ с разных устройств, и с компьютера, и с мобильного телефона, и с многого-многого другое. Но самый большой плюс Google сервисов, почему к ним обращаются, это возможности для совместной работы. Можно создавать совместно не только документы и таблицы, но и презентации, и даже опросники, и многое-многое другое. Поэтому это самый главный, наверное, плюс, если говорить о достоинствах. Кроме того, вы можете в совместной работе разграничивать уровни доступа. То есть каким-то участникам вы можете дать доступ для редактирования документа, каким-то участникам только для просмотра, каким-то участникам вообще запретить доступ к этому документу. Ну и, наконец, вы можете всегда иметь возможность просмотреть историю всех изменений в документе, если у вас, например, совместная работа идет, и всегда можете вернуться к прошлой версии или к одной из версий, откатить назад, что называется. Поэтому это тоже большой плюс в работе с этими сервисами. В общем, плюсов много, они перевешивают минусы, поэтому давайте поподробнее поговорим об основных сервисах. С чего начать? Ну, допустим, у вас пока нет ни Google аккаунта, ни возможности получить Google диск. С чего начинаем? Лучше, конечно, начать вот с этих двух вещей. Установить браузер Google Chrome и создать электронную почту или аккаунт Google. Ну, это не обязательно на самом деле, но желательно, поскольку Google Chrome позволяет быстро осуществлять доступ ко всем нашим созданным работам, в частности, к Google диску и ко всем остальным сервисам. Ну, а электронная почта никогда лишней не будет. Она тоже позволяет эффективнее работать с сервисами Google. Кроме того, Google Chrome хорошая вещь, и она позволяет работать с большинством вообще онлайн-сервисов, которые сейчас существуют. И даже вот сейчас, когда у нас тут в чате идет проблема с вебинаром, со звуком и так далее, лучший просмотр вебинара опять-таки через Google Chrome. Да. Ну, давайте посмотрим, как это все сделать. Google Chrome устанавливается очень просто. Находите через поиск ссылку, заходите по этой ссылке, скачиваете ее на себе на компьютер, устанавливаете. Здесь все несложно. Далее. Чем может Google нам помочь? Google браузер, кроме того, что он дает нам доступ к разным сервисам. Здесь еще мне нравится очень хорошая система поиска. Если немножко отвлечься от темы нашей сегодняшней встречи. Очень хороший поисковик. В частности, мне очень нравится поиск здесь по картинкам. Здесь вообще можно искать не только картинки и тексты, и статьи, но и видео, и карты. Ну, вот картинки мне особенно нравятся, потому что часто приходится сталкиваться с необходимостью создавать буктрейлеры, инфографику, вот такие вот изобразительные вещи. И нужны, конечно, изображения, картинки, и желательно лицензированные, чтобы их можно было использовать в некоммерческих целях, и никаких проблем не было с авторами. Поэтому Google поисковик мне здесь очень хорошо помогает. Вот на нижней картинке, на нижнем скриншоте у меня как раз пример поиска. Мне, допустим, нужна обложка книги, но нужна обложка, которая доступна для использования. Я выбираю в поиске картинки, выбираю тип использования, лицензия Creative Commons. Это значит, что имеется доступ к картинке, и ее можно использовать в некоммерческих целях под такой лицензией. Нажимаю, выбираю, и у меня отсортироваются только те картинки, которые я могу использовать без ограничений. Это замечательно, не надо тратить время на поиск и выяснение авторов того или иного изображения. Это все очень просто и быстро делается. Если посмотреть, то здесь можно сортировать картинки по размеру, и по цвету, и по типу. Например, клип-арт нам только нужен, или только фотографии нам нужны. В общем, многое-многое другое, и все это через Google поисковик очень хорошо работает. Ну, возвращаемся дальше. Вторым шагом, или первым шагом, как у нас получается, мы создаем аккаунт Google. Опять-таки, в поисковике находим, заводим Google аккаунт, открываем страничку и начинаем регистрироваться. Регистрация очень простая. От нас потребуется имя, фамилия, далее пароль, который нужно подтвердить, и еще нам вместе с аккаунтом предлагают создать электронную почту. Придумать имя пользователя, и на конце почты будет gmail.com. Кстати, это не обязательно, создание почты. Можно привязать Google аккаунт к любому своему адресу. Для этого нажимаем на кнопку «Использовать текущий адрес электронной почты». После этого мы привязываем аккаунт к нашему почтовому ящику. Хоть к мейлу, хоть к Яндексу, хоть к какому другому ящику. Если лишняя почта нам не нужна. Ну, а если вы не против создать еще один почтовый ящик, то просто придумываем имя пользователя и сохраняем. У меня на слайде есть ссылки на пошаговые инструкции, ссылка на страничку, где можно заводить аккаунт. Так что, если вам необходима эта информация, можете скачать презентацию и по этим ссылкам походить и посмотреть. Идем дальше. Ну, а дальше, после того, как мы все это настроили и сохранили, у нас открывается уже доступ ко всем инструментам Google. Зайти в эти инструменты можно через поиск. Google – самый простой вариант. Квадратик вверху, в правом верхнем углу. Нажимаем на него и открываем вот такой список. Это, кстати, не полный. Его можно листать вниз. Там будет еще больше списочек. Здесь создатели основные сервисы в начало поставили, ну, а ближе к концу уже менее используемые сервисы. Google Диск, Google Почта, Блогер – это платформа для создания блогов, карта, календарь. Ну, и чуть ниже пролистаем. Там будут видеоконференции, сайты, переводчики и многое-многое другое. Мы обратимся сейчас к Google Диску. Самым главным, наверное, здесь инструментом будет именно он. Давайте попробуем. Ну, есть такие картинки, авторы которых разрешают их использовать в некоммерческих целях. И вот лицензия Creative Commons – это лицензия как раз созданная для того, чтобы использовать именно картинки именно в таких целях. Специальная лицензия, которая разрешает использовать эти картинки. Образование – это и есть некоммерческая цель. Все правильно, и библиотечная работа тоже некоммерческая. То есть это любая деятельность, которая не подразумевает какую-то коммерческую выгоду. Если вы не собираетесь продавать эти картинки, как-то их тиражировать и продавать, то их можно использовать для образовательных учебных целях. Под лицензией Creative Commons она это позволяет. Ну, давайте посмотрим, как устроен диск. Google Диск попадаем мы внутрь. Если у нас там что-то уже есть, то список открывается всего, что у нас сохранено на Google Диске. А если нет, то он пока будет пустой. Ну, платные курсы – это уже коммерческая деятельность. Я имею в виду обучение в школе и работу в библиотеке. Итак, у нас есть поисковая строка в Google Диске, которая позволяет быстро находить нужные нам документы по названию и по типу. Можно, например, поискать только презентации. Это актуально, особенно если у вас очень большой диск, большое количество материалов там сохранено, и надо быстро что-то найти. Далее можем внизу прочитать, что бесплатно нам доступно 15 гигабайт свободного пространства. Это достаточно много. Надо сказать, вы можете большое количество материалов здесь загружать. И самая главная кнопочка здесь – это кнопка «Создать», которую я в красную рамку вынесла. Она как раз позволяет создавать внутри Google Диска все те основные информационные ресурсы, которые у меня были вынесены в название нашего вебинара. Это документы, это таблицы, это презентации, это формы. Через эту кнопочку мы попробуем что-нибудь создать. Нажимаем на кнопку, и у нас открывается полный список всего того, что можно здесь создавать. Документы, таблицы, презентации, формы, рисунки. Можно карты еще создавать, сайты, виртуальные доски. Выбираем из этого списка то, что нам необходимо, и создаем все в режиме онлайн, прямо не выходя из своего аккаунта. Вот пример, начнем с Google Документов. Как мы видим, это все похоже очень на Word. Здесь есть всплывающие подсказки, которые подсказывают нам, что будет происходить, если нажать на ту или иную кнопку. Здесь есть панель инструментов. Вверху основная панель, а в красной рамочке у меня быстрые горячие кнопки, что называется, которые позволяют очень быстро что-то с документом сделать. Ну вот слева направо, просто перечислю вкратце, что здесь есть. Печать, отменить или повторить действия. Копировать форматирование. Ну, например, у вас есть какой-то фрагмент текста, и вы хотите все остальные тексты сделать похожим на него. Для этого выделяете фрагмент, нажимаете вот на этот вот значок с валиком. Вы создали образец форматирования. А потом нажимаете на остальные фрагменты, к которым вы хотите этот образец применить, и повторно жмете на этот значок. Все должно отформатироваться по одному образцу. Ну, далее у нас с надписью 100% это масштабирование. Дальше целая длинная панель инструментов для работы с текстами. Шрифт, размер, написание, наклонное, жирное и так далее. Далее, что еще у нас? Можно вставить внутрь текста ссылки, значок с цепочкой. Дальше значок для добавления комментариев. Про комментарии я чуть подробнее расскажу. Ну, дальше возможности для форматирования. Маркированные списки, форматирование по центру слева-справа, и возможность переключения клавиатуры. Собственно говоря, вот все основные инструменты здесь внизу на вот этой вот горячей панели. Если необходимо, можно воспользоваться более подробным инструментарием. Это чуть выше поднимемся. Файл, правка, вид, вставка и тому подобное. Ну, давайте посмотрим, как тут работает. Вы можете просто начать с набора текста. Это все очень просто. Через Word делается. Расширение обычное, текстовое. Вы можете скачать этот документ себе в формате Word на компьютер. И будет в обычном Word файле у вас этот документ. Итак, кроме того, что здесь можно набирать текст, разным образом его форматировать, можно вставить картинки. Картинки очень просто вставляются. Копировать, вставить. Либо просто мышкой переносим эту картинку внутрь документа. И можно эту картинку сделать так, чтобы ее обтекал текст. Можно сделать ее по центру. И, собственно говоря, это все служит для дополнительного оформления. Дальше через правую клавишу мышки мы можем настроить изображение. Контекстное меню вызываем. Дальше видим, что здесь есть кнопочки, например, обрезать. Можно обрезать картинку, можно настроить ее. Прозрачность, яркость, контрастность. Вот таким образом. Можно прикрепить киперссылку к этой картинке. В общем-то, возможности здесь практически как в Word документе. Та же самая история с картинками, как и в Word. Что еще можно вставить? Вот я нажала на кнопку «Вставка». Это, пожалуй, самая главная кнопка в этом документе. И можно посмотреть в полный список, в полный перечень того, что можно добавить. Кроме картинок можно добавить таблицу. Это все делается как в Word. Вы высчитываете количество ячейок и количество столбиков, которые хотите добавить. И выбираете тот формат, который вам необходим. Дальше диаграммы можно добавлять. Горизонтальные линии, сноски, если у вас какой-то научный документ, ссылки. Специальные символы и формулы здесь тоже доступны. Можете проставить нумерацию, добавлять ссылки и оставлять комментарии. Увидела комментарии по поводу формата файла. Честно говоря, я никогда не задумывалась над вопросом, в каком формате у меня находятся документы в Google диске. Потому что, если они мне нужны, я их скачиваю в формате Word и сохраняю себе на компьютере. Именно в таком формате. У меня тоже диск абсолютно такой же, как у вас. И тоже он ничего не показывает. Поэтому, возможно, есть какой-то способ посмотреть разрешение этого файла, в каком он формате находится. Но я о нем не знаю. Если кто-то из слушателей знает, как установить формат этого файла, то, может, в комментариях кто-то напишет. Итак, для чего нужны комментарии? Здесь у нас есть кнопочка «Оставить комментарий», для чего это нужно. Выделяем какой-то фрагмент текста. Можно слово, можно абзац, любой элемент, можно даже картинку. И дальше нажимаем на «Оставить комментарий». Для чего это нужно? Это необходимо для совместной работы чаще всего. Например, вы работаете совместно над каким-то документом, вы как организатор смотрите на все происходящее. Если у вас есть какие-то замечания и предложения, то вы можете оставлять комментарии по поводу этой работы. Участники могут отвечать на ваши комментарии. На основе этих комментариев можно даже чат организовывать, то есть обсуждать какую-то правку в документе. Вы оставляете комментарий, участник его читает, вам отвечает. Таким образом вы можете подискутировать немножко. В общем, возможностей для работы здесь достаточно много. Еще один интересный инструмент, который здесь внутри существует. Ну вот как раз я говорила немножко о диаграммах. Тут можно вставлять еще и диаграммы. Причем самые разные, линейчатые, столбчатые, круговые и вот такие вот графики. Они создаются прямо внутри программы. Отдельно ничего делать не надо. Вызываете создание диаграммы, но дальше заполняете табличку, и она отображается у вас в этих вот таких вот графиков. И все это вставляется внутрь документа. Еще такая интересная опция здесь есть в инструментах. Она находится, называется голосовой ввод. Позволяет немножко отдохнуть ручкам и глазкам. Можно попробовать надиктовать текст. Если подключить микрофон, можно попробовать какой-то текст надиктовать. Робот распознает русскую речь, понимает даже команда запятая точка и абзац. Можно попробовать, поэкспериментировать, как это получается. Может быть, даже и неплохо получится. В общем, возможность такая в любом случае есть. После того, как вы создаете Google документы, заходите пригласить сюда соавторов, нужно сделать настройки доступа. Это синяя клавиша в самом правом верхнем углу. Нажимаем на нее. Ну и предоставляем доступ. Вариантов доступа бывает несколько. Во-первых, нужно включить доступ по ссылке, чтобы ссылку, которую вы будете распространять, участники, нажав на нее, попадали внутрь вашего документа. Включаем ее. Зеленая кнопочка вверху. Дальше выбираем опции. Кто сможет ходить по этой ссылке и что он сможет сделать. Вы можете назначить опцию «Редактировать могут все». И тогда все, у кого есть ссылка, могут редактировать. Это самый распространенный вариант, если вы, например, работаете с участниками, у которых самые разные почты, у них нет Google аккаунта, но вам нужно совместно что-то сделать, нужно предоставить вот этот вариант. Редактировать могут все, у кого есть ссылка. То есть даже те, у кого никакого Google аккаунта нет, по этой ссылке попадут внутрь и смогут там что-то писать, исправлять и так далее. Дальше. Если вам не нужна редакция, а нужны только комментарии участников, то выбираем опцию «Комментировать могут все», у кого есть ссылка. Ну и, наконец, последнее, третье. Если вы хотите этот документ предоставить только для ознакомления, то выбираем опцию «Просматривать могут все». Это касательно того, что можно сделать с этим документом. Еще здесь есть возможность доступ только по приглашению. Здесь, в этом варианте, вы высылаете приглашение на электронную почту участникам, и только те, кому вы их выслали, смогут работать внутри этого документа. Единственное ограничение здесь, у тех, кого вы высылаете приглашение, должен быть аккаунт Google. То есть если у них какие-то другие электронные почты, то они эту ссылку открыть не смогут. Вот такое небольшое ограничение. Поэтому после того, как предоставляем доступ, выбираем варианты, которые вам необходимы, и, в общем-то, приглашаем к работе. Ну да, все верно. Очень удобно. О Google Документах говорить нужно много. Последнее, о чем хотелось сказать, о том, как опубликовать этот документ в интернете. Ну, чаще всего Google Документы остаются на Google Дисках. Это какой-то такой инструмент для совместной деятельности. Если нечасто их публикуют в сети, но если вам необходимо, есть такая возможность. Выбираем файл, опцию, выбираем кнопочку «Публикация в интернете». После этого ваш документ будет опубликован в сети. Вы получаете ссылку на него и код. Можно встроить на страницу сайта и блога с помощью кода. Ну, идем дальше. Я уже немножко говорила о том, как можно использовать Google Документы для совместной работы, для мозгового штурма. Во времена дистанционного обучения Google Документы использовали как своеобразные виртуальные доски. То есть учителя писали на виртуальных этих досках, в этих документах какие-то свои упражнения туда вставляли, но участники либо там на вопросы отвечали, либо вписывали правильные ответы. В общем, как доску часто использовали. Еще можно сделать рабочую тетрадку на основе Google Документа. Если вам это интересно, я вам ссылочку в чат отправила. Это пример, как можно создать рабочую тетрадь. То есть на основе Google Документа внутрь вы можете вставить практически любой контент. Картинки, что там еще можно, диаграммы, ссылки, гиперссылки на какие-то другие упражнения. И получается такая рабочая тетрадка. Вы можете продублировать этих рабочих тетрадок по количеству ваших учеников, каждому разослать такую рабочую тетрадь, и каждый будет в ней работать на компьютере, выполнять задания. Если необходима такая возможность, вот ссылочку я вам дала, там более подробно об этом рассказано. Ну, а мы идем дальше. Таблица Google. Таблица тоже интересная вещь. Чаще всего их, конечно, используют для разных математических вычислений, поскольку напоминают они Google таблицы. Ой, не Google таблицы, а таблицы Excel. Но чаще всего в своей работе, поскольку у меня работа не связана с математикой, с какими-то вычислениями, то я чаще всего таблицы использую, например, вот для того, что у меня сейчас на экране. Например, если у меня идет какой-то онлайн-курс, и участники выполняют какие-то работы в качестве на этом онлайн-курсе, они могут ссылки на свои работы и публиковать вот в такой таблице. А я могу уже просматривать эти ссылки, оставлять какие-то комментарии к ним, делать заливку красным, желтым или зеленым, в зависимости от того, зачтена работа или нет, и многое-многое другое. Вот для таких возможностей. Я вкратце расскажу вам об основных возможностях. Они, в общем-то, тоже как и в Word тублируют Google документ, так и таблицы Google будут тублировать Excel. Очень похоже все. Точно так же создается через кнопочку «Создать». Получаем вот такую таблицу. Здесь столбики и строчки пронумерованы буквами и цифрами. В эти столбики можно вносить не только цифры, тексты можно вписывать, какие-то даты. В общем, все что угодно. Гиперссылки можно добавлять. Такие таблички очень удобно использовать для разных форм самозаписи. Например, запись на курс. Может быть, вот как у меня, таблица продвижения участников. Да, отслеживание успеваемости можно. В общем, тут фантазия неограничена. Можно и делать для чего угодно. То есть это такой документ, который позволяет совместно редактировать, собирать в одном месте какую-то информацию. Вот в данном случае хороший вариант. Конечно, здесь есть и функция высчитывания формул. Вот строку формул я подписала, красненькая. Сюда вписываются необходимые формулы. Можно производить вычисления, как мы это делаем в экселевских таблицах. Ну, давайте по кнопочкам пробежимся, что здесь можно сделать. Ну, в красную рамку я ввела основной панель инструментов. Здесь точно так же, как и в Word, есть основная панель, а есть так называемые горячие кнопки, которые позволяют форматировать, размер текста менять, центровать налево-направо по центру, добавлять гиперссылки и многое-многое другое. Ну, пойдем по порядку. Что тут еще? Опять-таки те же самые кнопочки, как и в документах у нас были. Отменить действия на шаг вперед, на шаг назад. Большая панель для того, чтобы форматировать тексты, для того, чтобы выравнивать. Отдельные кнопочки есть для добавления гиперссылок и комментариев, как это было в Word. Ну, здесь еще есть так называемые фильтры. Если вы с экселевскими табличками работали, то знаете, что можно данные каким-то образом отфильтровать по какому-то столбику, их расположить в определенном порядке. Переключить клавиатуру. Ну, и вообще, последняя кнопочка закрывает эту панель инструментов, оставляет только основную. В общем, теперь откуда взять формулы. Если вы с экселем работаете, то наверняка вы знаете основные формулы, которые существуют для вычислений. Если формулы... Формулы те же самые, что и в экселе, абсолютно. Вот, пожалуйста, список. Это как раз сайт поддержки Google. Это 400 формул, которые существуют для того, чтобы производить вычисления. В поисковую строку сначала вписываем знак «равно», а потом начинаем вписывать формулы. Как только первую буковку вписали в названии формулы, то сервис начинает нам подсказывать, что мы от него хотим. Впишем букву «С», он нам подсказывает, например, что может быть сумма вам нужна. А дальше, после того, как вы прописали название формулы, в скобочках указываете диапазон, которому вы эту формулу будете применять. Например, название строчек, столбцов, которые вы хотите, например, суммировать. Есть специальная кнопочка с таким вот значком. Это, по-моему, греческая буква, похожая на русскую «Е». Вот эта кнопочка, она позволяет, если на нее нажать, то открывается небольшой список основных формул. Если вы что-то забыли, можно вот через эту кнопку вызвать их. А так, я вам вот ссылку выше дала, это список основных всех формул, которые применяются в Google табличках. Там их более 400, поэтому подробно про каждую, конечно, говорить нет смысла. Тут уже каждый сам себе из списка выберет то, что необходимо для вычисления. Да, можно применять и автозаполнение. Все правильно. Что еще можно сделать с ячейками таблички? Ну, во-первых, можно их закрасить в разные цвета, изменить цвет, причем не только графы, не только таблички это все делать, перекрасить. Можно создавать несколько листов. Да не несколько, а, собственно, неограниченное количество листов. Можно создать внутри одного документа. Ну, то же самое, как и в Excel. Все листы будут пронумерованы, вы их можете даже каким-то образом раскрасить. Ну, вот, в частности, здесь один лист зелененький, второй красненький, чтобы можно было быстрее находить какую-то нужную информацию. Можно переименовать, не оставлять их лист один на лист два, а переименовать во что-то другое. Например, это удобно, например, в библиотеке для записи справок. Очень многие библиотеки пришли на электронный учет справок. Если кто-то в библиотеке работает, тот меня поймет. Вот, в частности, в Google табличках, особенно если несколько отделов работают, и общий документ нужен по справкам, то вот, в частности, Google таблички – это хороший вариант. Каждый отдел вписывает свои справки. Вот, но листы внизу – это месяцы. Январь, февраль, март, апрель и так далее. И так очень удобно суммировать количество справок по месяцам, фильтровать их, выяснять запросы читателей, многое-многое другое. Вот, так что вот такой вариант можно использовать. Можно давать доступ к определенному столбцу страницы. Здесь это немножко по-другому работает. Смотрите, вы выделяете ячейки или диапазон ячейок, которые вам нужны, и запрещаете их редактирование. Например, название столбиков. Вы даете доступ всем пользователям редактировать, но название столбиков стирать и исправлять нельзя. Тогда вы выделяете эти столбики, эту строчку, которую нельзя редактировать, правой клавишей нажимаете и выбираете опцию «Защитить диапазон». После этого редактировать столбики сможете только вы. Здесь вот немножко в обратном порядке. То есть вы что-то запрещаете для редактирования, ну а все остальное разрешаете. Ну вот, например, что еще можно сделать. Это уже простые опции. Здесь можно удалять, вырезать, вставлять ячейки. Все это правой клавишей мышки делается. Так просто быстрее получается. Выбираете нужную ячейку, щелкаете правой клавишей. Вот она, вот это контекстное меню. Если внизу посмотрите, там есть такая кнопочка «Защитить диапазон». Это вот оно и есть для защиты от редактирования. Ну а здесь полный список, что можно с ячейками делать. Вставлять, копировать, ссылки добавлять, удалять и многое-многое другое. Так что про правую клавишу мыши тоже не забываем. Она очень полезная здесь в работе. Что еще? Бывает иногда, что нам нужно название столбиков, например. Особенно если у нас огромная таблица на несколько десятков сотен строчек, иногда нам название этих столбиков нужно постоянно держать перед глазами, чтобы табличка сама двигалась вверх, а названия столбиков сохранялись, чтобы мы могли эти столбики видеть всегда перед глазами. Есть такая опция «Закрепить». Выделяем строчку, опять-таки, как мы это делали в защите диапазона. Выделяем какую-то строку. Нажимаем на опцию «Закрепить» и выясняем, какую строчку. Например, первую строку нам нужно закрепить. Нажимаем, и она теперь будет закреплена. Она никуда не денется, всегда будет перед глазами, даже если мы будем листать таблицу вверх и вниз. Это удобно. То же самое можно сделать к столбикам, например. Название столбиков, если это необходимо, можно их закрепить. И таким образом тоже очень полезная функция. Можно удобно заполнять. Ну, что еще? Как и в Google Документах, можно вставлять комментарии, а можно вставлять примечания. Чем они отличаются? Комментарий – это возможность побеседовать с человеком. То есть вы оставляете комментарии, и вам участник может ответить на него. Если вопрос исчерпан, нажимаем «Вопрос закрыт», такая кнопочка появится, и комментарий исчезает. Примечания – это ваши, только ваши авторские какие-то заметки по поводу какой-то ячейки, по поводу каких-то данных. Здесь уже общение невозможно. Вы можете их оставить, эти примечания, а потом через контекстное меню удалить, если оно вам уже не нужно. Примечания можно использовать для каких-то дополнительной информации, чтобы что-то не потерять, какое-то дополнительное сведение всегда иметь под рукой. Вот, наверное, для этих целых целей. В общем, что-то такое, что нужно постоянно держать при себе, ну, а потом по необходимости удалить, если это уже не понадобится. Да, если участники находятся в сети, вы можете в режиме реального времени с ними общаться. То есть все зашли в эту таблицу, каждый работает, а вы можете оставлять комментарии и получать ответы. Таким образом получать своеобразный чат. Я уже сказала про формулы. Вот, еще раз, у меня слайд немножко не по порядку, комментарий появился раньше, чем у меня было это предусмотрено. Ну, в общем, формула вот таким образом вписывается. Я уже сказала, вначале ставится знак «равно», затем вставляется само название формулы, но в частности эта формула усчитывает длину строки, ну и в скобочках указывается диапазон, к которому вы хотите это применить. Можно бы указать всего одну строку, можно указать промежуток строк или столбиков. Все это можно подсмотреть в формулах. Если вы что-то забыли, оттуда можно эти самые формулы извлечь. Ну, про Google таблицы, конечно, можно бесконечно много рассказывать. Есть большая справочная служба по Google таблицам. Вот по этой ссылке, которую я дала на формулы, там же есть и справочная служба по табличкам. Что еще можно сделать с Google таблицами? Для чего они еще могут пригодиться? Дело в том, что есть много сервисов, ну, много-немного, но есть инструменты, которые позволяют на основе Google таблиц генерировать очень хорошие вещи. Например, ленты времени, виртуальные экскурсии и даже викторины, игры и опросы. И все это с помощью Google таблиц. Так что это полезная штука, можно попробовать. И для этого предлагаю посмотреть на три инструмента, это дополнительно Google табличкам, которые позволяют как раз что-то интересное сделать. Ну, например, первый сервис, который у меня сейчас на экране, Timeline.js, это сервис, который позволяет создавать интересные ленты времени. Сейчас я вам пару ссылочек отправлю в чат. Что это такое? Лента времени – это такая шкала хронологическая, где расположена по хронологии события. Можно ее листать, каждому событию небольшой текст, какой-то, не какой-то видеофрагмент или картинка, которая иллюстрирует это событие. Лента времени представляет собой вот такую вот конструкцию. Сверху слайды, похожие на презентации, которые можно листать. И внизу значки с датами. По этим значкам тоже можно щелкать и перемещаться по ленте времени. Делается вот эта вот вся красота с помощью всего лишь Google таблицы. Все, что от нас нужно, это Google аккаунт и наличие Google диска. Заходим на сервис Timeline.js. Во-первых, нам нужно скачать шаблон для таблицы. Мы его скачиваем через синенькую кнопочку, получаем его к себе на Google диск, сохраняем. И теперь мы можем уже с ним работать. Шаблон выглядит следующим образом. Это Google таблица, где уже ячейки заполнены. Нам нужно стирать содержимое в них и вставлять свое. Единственное, что нельзя здесь удалять столбики, название столбиков и название строчек, иначе лента времени не получится. Все остальное внутри можно удалить. Я подписала все столбики, чтобы было понятно, что есть что. Оно здесь, в общем-то, все несложно. Особенно, если вы с Google таблицами уже когда-то работали, разобраться несложно. И пусть английский язык вас не пугает. Начинаем все сначала. События, даты. Там, как видите, все циферками проставляется. Не обязательно проставлять месяц, день и время, хотя бы год. Окончание события – это не обязательно. Поэтому оно таким светло-серым шрифтом выделено. Но, опять-таки, можно там проставить дату и окончание. Дальше. Если у нас временной промежуток, какой-то месяц, то временной промежуток мы вписываем. Название месяца. Правда, придется по-английски написать его. Единственный недостаток здесь. Далее. Следующая графа – это заголовок. Название события. Ну, например, название «Битва под Москвой». Это все что угодно. Небольшое. Это заголовок, который будет большими буквами выделен. Дальше. Основной текст. Это небольшое описание событий. Тут главное не увлечься, потому что текст может влезть в эту строчку бесконечной. Срочка большая. Единственное, что на слайде может все не поместиться. Поэтому, в принципе, здесь 2-3 предложения, 4 максимально. Дальше. К тексту добавляем медиа. Вот здесь особенно надо обратить внимание на эту кнопочку, на эту вкладку, на этот столбик. Дело в том, что все медиафайлы добавляются через ссылки. Картинки, видео, можно Google карту, можно статью из Википедии добавить. Да, конечно, название, описание. Здесь все по-английски. Вы это все стираете. Только название месяца надо по-английски написать, если вам временной промежуток. Все остальное по-русски пишите, естественно. Главное, не стирайте название столбиков. Медиа вставляем по ссылочке. То есть нам нужно ссылку на картинку, ссылку на YouTube, ссылку на карту, ссылку на Википедию. Один объект, один слайд. То есть на слайде может быть либо картинка, либо видео, либо карта, либо статья из Википедии. Дальше строчки уже пошли факультативные, они необязательные. Для заполнения авторства. Если вы используете чью-то известную фотографию, здесь можно подписать автора фотографии. Дальше. Заголовок. Здесь русскими буквами или какими угодно вписываем название этого медиафайла. Например, вы хотите подписать эту фотографию, указать, кто на ней изображен. Это можно сделать в заголовке. Дальше. Миниатюры изображения. Это внизу на ленте времени маленькие значочки. Если вы обратите внимание, они никак не раскрашены. Если загрузим сюда по ссылке картинку, то это будет маленькая миниатюрка внизу. Не просто значок, а значок с картинкой. Далее. Первый слайд обязательно стоит на нем title. Это значит, что это основной слайд. Вот к основному слайду, кстати, не обязательно добавлять даты. Это будет просто картинка заголовок какой-то. А вот ко всем остальным даты заполнять обязательно. Ну и, наконец, что такое группы. Вы можете события рассортировать. Вот как мы в Excel с Google таблицей делали фильтры, что можно по каким-то категориям отфильтровать события. Вот здесь можно сделать это в разделе группы. Каждому событию можно присвоить какое-то ключевое слово. Тег. Ну, например, у нас есть события, посвященные истории России, посвященные истории еще какой-нибудь страны, там, Белоруссии, например. И напротив каждого события вы подписываете ключевое слово. Россия или Белоруссия. Далее. Сохраняете. И внизу под лентой времени у вас два этих тега появляются. Нажимаем на один тег, у вас открываются только события, связанные с Россией. Нажимаете на второй, появляются события, связанные с Белоруссией. Ну, вот такая вот возможность. Этих тегов, этих ключевых слов можно неограниченное количество сделать. Если у вас большая лента времени, это даже будет удобно. Ну и, наконец, последнее. Фон слайдов. Сюда можно добавить ссылку на картинку. Если у вас есть какая-то картинка, выходите ее фоном сделать. Берем ссылку и сюда вставляем. Если нам нужна одиночная заливка, основная, каким-то основным цветом, то нам нужно вставить сюда название этого цвета. Правда, если присмотреться, название цветов там не просто красный, желтый, зеленый, а в виде кода. Такой значок сначала стоит, решетка, а потом какой-то набор цифр. Цифровой код для обозначения цвета. Где эти коды брать, если мы не программисты? Сейчас я вам ссылочку отправлю в чат на веб-палитру. Это называется. Палитра цветов. Там есть перечислены все основные цвета и оттенки. И можно оттуда это взять. Ну, например, там вот решетка и дальше 3-3-3-3-3. Это, по-моему, не буду сейчас. По-моему, там все-таки черный был цвет на этом слайде. Ну, в общем, если мы сотрем там все, то слайды получатся просто белыми. А если напишем туда какой-то код, то он окрасится в тот цвет, который мы выбрали. Стартовая страница – это title. Да, она самым первым идет в списке. К title, к первой стартовой странице, не обязательно добавлять дату. То есть вот для нее есть исключение. Вы можете оставить только заголовок, но это как обложка. Ну, а дальше перелистываем уже. Там уже нужны даты и события в таком порядке. Вы можете это слово title скопировать и переставить на другие слайды. Тогда у вас презентация будет с середины начинаться или с конца. Но по умолчанию она стоит в самом начале. Да, стартовая страница – это title. Ну, давайте еще посмотрим один интересный инструмент. Да, кстати, забыла рассказать, что же со всем этим потом делать. Выбираем опцию «Файл опубликовать в интернете». Обязательно публикуем эту таблицу. Она у вас сохранится на Google диске. Поэтому, чтобы ее быстренько найти, она будет изначально называться «Копия», «Офишл таймлайн», «Теймплейт». Вот это вот. Можно переименовать, чтобы ее быстро потом найти. Вы к этой табличке можете потом возвращаться. Если у вас что-то не понравилось, вы ее найдете на Google диске, исправите, и все изменения тут же отобразятся в вашей ленте времени. Поэтому ее обязательно не теряем. Плюс вы можете сделать настройки доступа, как мы это делали с Google таблицами, Google документами, и привлечь соавторов. И ленту времени можно сделать в коллективе. После того, как мы все опубликовали, из строки браузера берем ссылочку, именно из строки браузера, которые вверху находятся, вставляем ее, возвращаемся на сайт, вставляем в окошечко под цифрой 3, и в окошечке под цифрой 4 тут же получаем вот такой код. Этот код работает как ссылка и как код. То есть можно вставить и на сайт, и прямо как ссылкой тоже делиться. Внизу будет предварительный просмотр. Вы можете сразу увидеть, как это будет выглядеть на самом деле. Берем, забираем себе и используем в работе. Публикуем на сайте, в блоге или в социальных сетях. Мы делимся. Хороший инструмент. Самое главное, что он бесплатный. Давайте еще посмотрим один инструмент. Он похож. Про него так подробно уже не буду говорить, потому что он, по сути, очень напоминает предыдущий. Это два в одном. Даже нет, наверное, три в одном. Здесь и презентация, здесь и лента времени, здесь еще географическая карта. Можно сделать виртуальную экскурсию на основе, опять же, этих самых гугл-таблиц. Очень похож, как вы видите, инструмент. Правда, тут справа появляется еще карта. Например, вот у нас искусство Египта. И тут, например, на карте обозначены местонахождение каких-то артефактов, связанных с этим искусством. Это интересная вещь, когда у нас есть и даты, и можно к карте привязаться каким-то образом. Два в одном получается. Здесь, в общем-то, принцип тот же самый, хотя сайт другой, создатели другие, но таблицы остались те же самые. Точно так же. Во-первых, берем себе шаблончик. Ну вот шаблончик у нас в виде ссылки здесь дан. Здесь, правда, не кнопочка, здесь ссылочка. Мы эту ссылочку открываем и сохраняем себе на Google Диск. Эту ленту времени можно посмотреть только на сайте, в блоге или в своем Гугле. Вы можете эту ленту времени просмотреть на сайте, в блоге и просто эту ссылку открыть в строке браузера. В Гугле вы можете, на Google Диске, вы ее увидите в виде таблички. А просмотреть вы ее сможете по ссылке, открыв в отдельном окошке браузера. Не обязательно на сайт и в блог вставлять. Правда, на сайте и в блоге они смотрятся красивее. Ой, можно ли сделать цветовые пятна, динамически меняющиеся по мере движения по оси времени? Ой, нет. Вот, к сожалению, вот этот инструмент там недоступен. Там цветовых нет обозначений. Единственное, что позволяют миниатюрки загрузить на ленту времени. И на этом все, пожалуй. Ну, давайте посмотрим, как с таймэпером работать. Здесь принцип такой же, но немножко по-другому. Просто ссылку копируем, открываем, сохраняем опять на Google Диск и опять заполняем. Вот так выглядит окошечко. У нас уже почти тут все понятно. По сравнению с предыдущим сервисом, title в другом порядке. Title – это название, то, что будет крупными буквами выясняться. Дальше. Start – это начало события, это окончание. Достаточно там год прописать. Description – это описание события, аннотация какая-то. Дальше. В разделе Image добавляем картинку. По ссылке опять-таки. Дальше. Самое интересное начинается. Кнопочка Location. Нам нужно привязать к карте. Как таблица может привязаться к карте, это делается следующим образом. Если вы посмотрите в эту графу Location, то увидите, что там набор каких-то цифр через точку идет. 43, точка, 45, 86 и так далее. Это географический координат. Только не в таком привычном виде, как мы знаем, ширина, широта, долгота, а вот в виде вот таких вот набора цифр. У каждого географического объекта набор будет свой. Как его получить? Вот этот вот набор цифр. Заходим в Google карты или в Яндекс карты, кому как удобнее. Находим объект. Ну, например, хотим мы там Москву найти. Набираем в картах Москва. Открываем карту. Нажимаем на маркер с названием этого географического объекта. И в этом маркере заложена вот как раз эта информация. Копируем этот длинный числовой код. И вот в раздел Location вставляем. После этого наша точка появляется на карте. И мы можем уже привязать этот слайд к карте. Дальше последние две кнопочки. Source и Source URL. Это первое. Source – это источник информации. Если у нас, например, информация из Википедии, мы можем так и подписать здесь. Ну, а Source URL – это ссылка на этот источник информации. Например, информацию мы взяли из статьи Википедии, и сюда можно поместить ссылку. Последние две необязательные. Обязательно здесь привязка к карте. Location. Правда, тут есть еще две. Два окошечка, которые я пропустила. Place и Location Original. Ну, что такое Place? Place – это другой способ привязаться к карте, но более сложный. Координаты широтая и долгота разные. Это важно? Да нет, не важно. Тут выбираем координаты. Например, я Москву там искала, мне выпал только один числовой код без вариантов. Я его скопировала, вставила, у меня все получилось. Вот, поэтому мне кажется, что здесь не важно. Но в любом случае это опытным путем определяется. Потому что другой вариант здесь привязаться к карте – это в разделе Place написать английскими буквами название объекта, например, ну, здесь Тоскана, например, Италия написана. А дальше в разделе Location применить некую волшебную формулу. Создатели сервиса придумали такую формулу, которая вычисляет местоположение, чтобы вот этот код не искать нигде. Они предложили сюда прописать название объекта латиницей, в Location вставить такую функцию, ну, как в Google в таблицах. И таким образом эта волшебная функция нам высчитает, в Location появится вот этот самый код. Функцию вставляем, я так понимаю, в строку для формул, которая вверху находится. Вот, если интересно, вот эта функция. Правда, у меня почему-то что-то с ней не получилось. В общем, я не стала уже мучиться, просто скопировала этот код числовой и вставила. У меня так получилось, как вот здесь на экране. Вот такая вот. Но если кому-то интересно поэкспериментировать, вот такая есть функция. Можно попробовать экспериментальным путем добавить, каким образом, местоположение. После того, как мы эту табличку создали, опять-таки ее нужно опубликовать в интернете, взять на нее ссылку и вставить в это окошечко. Опять возвращаемся к окошечку, стираем то, что там было, вставляем свою ссылку. После этого нажимаем Publish, опубликовать, и все у нас будет готово. Лента времени сгенерировалась. Опять-таки, вы можете к ней открыть доступ общий и вместе, совместно что-то делать. Можно получить код, есть ссылка, можно делиться ссылками и кодами на сайт в блог вставить, либо в социальных сетях и по электронной почте разослать. Плюс, перед тем, как опубликоваться, здесь еще есть несколько дополнительных настроек, например, как показывать эту ленту времени. По умолчанию это будет тайммэп, то есть и лента, и карта одновременно. Можно сделать настройку, чтобы показывалась только лента, таймлайн, а можно только карту, мэп. Ну и плюс еще тут дополнительно можно выставить дни и месяца, как будет европейская система показа или американская система, и начать с какого события, с первого или с последнего. Наоборот, то есть смотреть эту ленту времени. И все, пожалуй, опубликовали, сохранили, получилась вот такая вот интересная вещь. Немножко посложнее, чем в предыдущем сервисе, но тоже довольно интересно получается. И еще, что еще можно сделать с помощью Google табличек, это, например, можно сделать игры и викторины. Здесь уже будет немножко попроще. Здесь само по себе все несложно. Сервис Flippity позволяет создавать игры и викторины на основе Google таблиц. Ну, например, можно сделать свою игру. Наверняка вы играли, проводили такие мероприятия, когда у нас есть табличка с названиями вопросов, и каждый вопрос определенную стоимость занимает, есть категории. Каждая команда выбирает свой вопрос, отвечает, получает на счет именно это количество баллов. Оказывается, такую игру можно создать с помощью Google таблички. Вот она наверху у меня на первом месте стоит. Опять-таки, получаем шаблончик, его сохраняем у себя на Google диске и заполняем. Тут все очень просто. Например, 100 и рядом буковка Q означает, что это вопрос за 100. А 100 и буковка A означает, что это ответ. Ну, вот так и вопрос-ответ вписываем. Стираем все, что там написано и вставляем свое. Единственный недостаток – сюда не вставить картинки, к сожалению. А так все получается просто отлично. Мы сохраняем, получаем ссылку. Ссылочка внизу появляется. Get the link. Вот я красным выделила эту ссылочку. Мы ее копируем. Можно играть. Запускаем игру на большом экране. Делимся на команды. Здесь максимально может быть 4 команды. Дальше участники отвечают. И если ответили правильно, то мы нажимаем на значок с командой. Открываем вопрос на экран. Они ответили верно. И нажимаем на значок с командой. И эти баллы начисляются на счет той команды, которая отвечает верно. И так можно параллельно еще счет ввести. Еще что можно сделать с помощью сервиса Flippity – это уже такие игры, больше на самостоятельную работу. Например, можно на сайте, в блоге опубликовать. Вообще сервис Flippity предоставляет более 16 шаблонов. И большая часть из них как раз на основе Google таблиц сделана. Ну вот, например, вот такая игрушка. Здесь нужно соединить личность, дату его правления, действия и чем все закончилось. С помощью вот этих вот стрелочек можно перемещать эти строчки, подбирать нужную комбинацию. Опять делается это все с помощью Google таблички. Заполняем ее просто. Название личности, его деятельность. Ну, в правильном порядке, естественно. Потом сервис все перемешает и можно будет поиграть. Ну и третий вариант. На самом деле их тут больше. Я убрал самые, на мой взгляд, интересные. Это так называемые флеш-карточки. Здесь еще все проще. Здесь всего две графы. Одна надпись на лицевой стороне, вторая надпись на оборотной стороне. Кстати, можно вместо названия, например, ставить туда ссылку на что-нибудь. Например, на картинку или на видео с YouTube. Тогда вот с карточка получится такая интерактивная. Дизайн у них не самый лучший. Насчет планов их не знаю. Это скорее им вопрос. Они в Липпите пытались как раз упор сделать на функционал. Тогда если покрасивше, то это вполне возможно будет и подороже. Пока это все бесплатно работает. С этими карточками можно играть, сделать из них викторину, например, на сайте опубликовать у себя. А можно каким-то образом с ними поиграть. Например, впечатывать ответ на вопрос, устанавливать соответствие, создавать облако слов из этих карточек. И единственное, что нужен Google аккаунт и табличку там создать. И буквально несколько минут и у вас уже готова целая викторина, которой можно поделиться. Ну и заключение немножко затянуло сегодня. Не ожидала, что будет много вопросов. Google презентации. Это, наверное, самый востребованный из всех сервисов у Google. На экране у меня перечислены основные возможности, которые здесь присутствуют. Ну, по сути, я уже частично озвучила. И возможности коллективной работы, и возможности добавления изображений и видео внутри презентации. Есть основные шаблоны оформления, можно подключать свои. Здесь работает импорт. И с PowerPoint можете загрузить и переформатировать в Google презентацию. И наоборот, можно экспортировать в разных вариациях. Можно как PowerPoint, можно как PDF-овский документ. Ну, единственное, опять-таки, нужен Google аккаунт. Создается это опять через Google диск, через кнопочку «Создать презентацию». Открывается вот это вот окошечко, напоминающее PowerPoint до боли. Опять-таки, вверху основная панель инструментов, внизу горячие кнопки для добавления чего-либо. Картинок, комментариев, смена фона, макета, темы и так далее. Есть ли поисковик, через который можно находить презентации на дисках, которые авторы открыли для свободного просмотра? Смотрите, если у вас есть приглашение к этой презентации, если вам авторы дали приглашение, то вы можете в разделе Google диска найти такой раздел. Там есть мои документы, а есть документы, к которым у меня есть доступ. Если вы когда-то эту презентацию открывали, заходили в нее внутрь и имели к ней доступ, она у вас найдется. Вот как раз в разделе, к которому у меня есть доступ. То есть вам эту презентацию хотя бы хоть раз надо открыть. И если она открыта для просмотра, вы ее потом сможете найти. Вот таким образом. Что позволяют эти кнопки сделать? Очень бегло. Файл. Это разные действия с презентацией. Удалить, копировать, опубликовать, скачать и так далее. Изменить. Это функция редактирования. Копировать, вставить и так далее. А, интересно посмотреть, куда меня назвали. Так не получится, потому что дисков огромное количество. Вот куда ни звали, это не получится, к сожалению. В Google дисках, нет, они сохраняются. Не сохраняются в корзине документы. Если вы документ переместили в корзину, то сейчас у Google есть опция, что какую-то часть времени хранится в этой корзинке документов, а спустя время уничтожается. То есть вас об этом не уведомлят. Просто удалят и все. А если они у вас на Google дисках, они сохранятся до тех пор, пока вы их сами не удалите оттуда. То есть там бесконечное количество. А вот в корзинках, да, там сейчас, по-моему, есть лимит на определенное количество времени. Возможно, на перегрузке диска. Но тогда вы просто ничего создать уже не сможете, загрузить не сможете. Возможно, да, тогда тоже. Но на самом деле 15 гигов, если постоянно диск чистить, не накапливать там ненужную информацию, а периодически его чистить, то 15 гигов хватит достаточно большое количество времени. Тем более, что если вы создаете документы, презентации, формы прямо в режиме онлайн, внутри этого Google сервиса, то они не весят практически ничего. Весят только то, что вы загружаете со сторонних ресурсов. То есть с компьютера вот загрузили там много фотографий, например, загрузили там много презентаций PowerPoint. А, если постоянно чистить, то платные тарифы не в продаже. Но я вам рассказываю хитрости, что я делаю. У меня уже лет 10 Google диск, и приходится постоянно его чистить, удалять уже невостребованные устаревшие документы. Иначе действительно на платные тарифы можно перейти. Ну, давайте я уже опять отвлекаюсь. Так, кнопочка вид. Это предварительный просмотр презентации, и масштаб там можно отрегулировать. Формат. Это кнопка для форматирования текстов, изображений, слайд. Это все, что касается слайдов. Переходы, оформления, макеты и так далее. Объект. Это упорядочение объектов на слайдах. Ну, инструменты. Это дополнительные возможности. Например, что там можно. Проверка правописания, например, может быть. Самое главное здесь кнопочка, наверное, это вставка, на мой взгляд. Потому что через эту кнопку можно добавлять все, что угодно внутрь презентации. Сейчас полистаем слайды, посмотрим. Ну, начнем вот с чего. Очень часто было много вопросов. Я этот вебинар проводила, и на вебинаре было очень много вопросов по поводу оформления презентаций. То есть вставлять-то мы все сможем, а вот хотелось бы красиво все это оформить. Рассказываю, как это можно сделать. Раздел «Слайд» открывает переходы. Это переходы между слайдами. То, что мы в PowerPoint знаем. С правой стороны появляется вкладка «Анимация». Там выбираем переход между слайдов из списка. Можно без перехода оставить, а можно что-то красивое добавить. Есть кнопка «Применить ко всем слайдам». Здесь же в разделе «Слайд» есть возможность изменить шаблон и изменить тему оформления. Если тема не нравится, то можно подгрузить, попробовать свою из PowerPoint, из того же самого. Здесь же меняется и шаблон презентации. Это что касается красивости. Теперь, что касается вставки. Вот эта кнопка «Вставка», я ее открыла. Тут список всего того, что можно добавить внутрь презентации. Картинки. Они добавляются очень просто. Можно просто мышкой перетащить картинку внутрь презентации, а можно через вставку. Изображение, а дальше выбрать с компьютера, например. Текстовое поле, это текстовый фрагмент, аудио, добавляется с Google диска. То есть, чтобы добавить внутрь аудиозвук, вам нужно сначала его загрузить на свой Google диск и оттуда загружать уже. Видео добавляется из YouTube по ссылке. Фигуры тут же конструируются, кружечки, прямоугольнички, таблица тоже конструируется внутри. И диаграмма туда же. Отдельно я вынесла три кнопочки. Анимация, ссылка и комментарий. Ну, что такое комментарий, я уже рассказывала. Примерно то же самое. Любой объект выделяем на слайдах презентации, или можно выделить прямо целый слайд и к нему написать комментарий. Это интересно, когда у вас совместная работа идет над какой-то презентацией, можно оставлять свои комментарии. Опять-таки, ссылки можно прикреплять не только к текстам, но и к картинкам. Ну и, наконец, самое интересненькое из этого – это анимация. Объект выделяем, открываем опцию «Анимация». Она с правой стороны у нас появляется. И выясняем, как у нас этот объект появится на экране. Из-за темнения, по щелчку, быстро, средне, медленно. И после того, как мы это все придумали, можно все это воспроизвести и посмотреть, как это работает. Сохраняем и переходим к следующему слайду. Есть ли возможность вырезать кусочки из аудио и видео? Ну, это можно сделать предварительно, на самом деле, с помощью редакторов, обрезать видео и аудио, и уже вставлять таким образом. Я знаю, что в PowerPoint есть возможность проигрывать не сначала. По-моему, в Google презентациях пока до такого не дошли. По-моему, там все сначала проигрывается. Поэтому, если есть возможность, то лучше заранее сделать нарезку и потом уже подгружать это все. Очень часто через Google презентации делают виртуальные выставки. На прошлом вебинаре я вот такую выставку показывала. Сейчас я ссылку на нее дам в чат, чтобы вам было понятнее. Виртуальная выставка, полка такая вот импровизированная. На ней обложки книг. Нажимаем на обложку, открывается слайд, посвященный этой книжке. Сделано это в Google презентациях. У меня после вебинара куча вопросов появилась. Как это сделано? Каким образом можно это сделать? Решила рассказать сейчас, раз уж такая возможность выпала, как это все работает. Создаем полочку. Туда помещаем обложку. Через кнопку «Вставить» это две картинки, одна поверх другой. Дальше выбираем обложку. Нажимаем на нее, чтобы она с маркерами появилась. И выбираем опцию «Ссылка». Такая вот цепочка наверху. Далее в этой ссылке мы видим, что выпадает окошечко для самой ссылки. Но нам это пока не надо. А нам нужна опция «Слайды в презентации». Допустим, у вас рассказ про эту книгу идет на слайде номер два. Мы из списка выбираем этот слайд, щелкаем. И теперь при нажатии на эту обложку откроется именно этот слайд. Называется «Внутренняя навигация». Так вы можете любой объект запрограммировать, чтобы он открывал определенные слайды. Можно сделать возврат назад. Допустим, на слайде про эту книгу будет кнопочка «Назад вернуться». Опять к книжной полке, чтобы выбрать следующую книжку. Это все делается через кнопку «Гиперссылка» и выбираем просто номер слайда. Заранее, естественно, эти слайды надо создать. Если они пока не созданы, то ничего не получится. То есть сначала мы все это создаем, а потом настраиваем навигацию. Ну и что еще? Про комментарии не сказал. Комментарии оставляются через кнопочку «Она есть» и вверху, и на рабочем поле. Комментарии появляются с правой стороны. Точно так же вы можете организовать чат, если в режиме онлайн работы вы работаете. Где выбрать полочку? А полочку я нашла через Google поисковик. Я в самом начале вам рассказывала про поиск Google по картинкам. Я набрала в картинках полка, выбрала опцию «Клип-арт» и нашла вот такую замечательную полочку. Попробуйте, может у вас тоже так найдется. Хотела еще одну ссылку на коллективную работу вам показать, как может выглядеть коллективная работа, что можно вообще с презентациями сделать. Ну вот, например, это вот собирали список любимых книг. Можно то же самое ведь делать со своими читателями. Создать список читательских предпочтений, создать презентацию, каждому дать по одному слайдику, ну, сделать какой-то шаблончик, как можно оформлять свою работу. И каждый из читателей вам оставит интересный слайдик с интересным комментарием. Так вот совместный какой-то проект можно сделать. Ну и после того, как мы все опубликовали, вот как раз презентации публикуют очень часто в сети. Я тоже через Google Диск все презентации, вот вебинарские, я все это публикую потом в социальных сетях, в Фейсбуке. Поэтому выбираю опцию «Файл», опция «Опубликовать в интернете». Публикую, получаю ссылку, а эту ссылку потом делюсь этой ссылкой в Фейсбуке, например, в частности. Очень замечательная вещь. Можно и код получить. Код для того, чтобы вставить на страницу сайта и блога. Это тоже очень хорошо. Ну и последнее, уже буквально несколько слов, это Google Forma. Для чего она нужна? Google Forma позволяет создавать разные интерактивные викторины, тесты и опросники. Очень большой плюс у Google Forma в том, что она бесплатная. Потому что сейчас большинство сервисов для тестирования, для викторин, для всего этого, они стали очень платными. И там есть ограничения или по количеству ответов, или по продолжительности презентации, то есть по количеству вопросов в ней. А вот Google Forma замечательна тем, что она никак не ограничивает наше творчество. Мы можем опросник создать из огромного количества вопросов. Более того, даже из нескольких разделов, если нам это необходимо. Вкратце расскажу. Google Forma, наверное, самая простая из того, что я рассказывала. Тут буквально, особенно даже, и сложности возникнуть не должно. Опять через мой диск выбираем кнопку «Создать» и выбираем форму. Открывается вот такое поле изначальное. Сразу вместо новой формы вписываем название, вместо описания какую-то аннотацию, о чем этот опрос будет. И приступаем, тут же не отходя к созданию вопросов. Там, где у меня написано «Вопрос без заголовка», туда вписываем формулировку. А дальше выбираем варианты, какие они могут быть. Заодно, обращая внимание на правый столбик, я в красную рамку вынесла, что можно прикрепить к этому вопросу. Можно прикрепить текст, картинку, видео и разделительную линию, которая позволяет на разделы поделить, если у вас опросник очень длинный. Фоновую картинку можно попробовать вставить, правда, она будет не совсем фоновая. Будет оформление, вверху есть кнопка для оформления, такая шестереночка. Можно выбрать что-то из того, что есть, и какие-то там картинки уже есть. А можно загрузить свою картинку, и она будет как такой шапкой в самом начале. Она не совсем фоновая будет, но шапочная будет. А вот как раз список возможных вариантов, что можно добавить, какие варианты. Можно, чтобы участники вписывали просто текст, строчкой или абзацем. Окошечко будет то больше, то меньше. Выбирать один из списков, это самый распространенный вариант, когда есть несколько вариантов ответа, один из них правильный. Можно выбирать несколько из списков, можно придумать раскрывающийся список, нажимаешь, открывается целый список вариантов. Дальше, шкала, это оценивание по рейтингу. То есть там от 1 до 10 что-то оценить. Сетка и множественные выборы. Сетка флажков, это выбор, например, в одной линии, несколько объектов нужно выбрать из этой линии нужной. И таких линий будет несколько. Дата и время, это такие уже редко используемые, когда в качестве ответа указывается либо дата, либо время. И еще я одну забыла кнопочку «Загрузка файлов». Это хорошая вещь, если вы, например, хотите, например, домашнее задание получать от учащихся, чтобы они вам файлы присылали. Это можно устроить, но, к сожалению, одно ограничение здесь. У тех, кто будет вам присылать эти файлы, должен быть Google аккаунт. А все файлы, которые вам пришлют, у вас будут складироваться на Google диске. К вопросу о переполненности Google диска. Если вы разрешите загружать вам файлы до 10 гигабайт, то можно потом очень много места загромоздить этим. Поэтому тут надо уже оценить. Нужна эта опция, не нужна, но опция такая, тем не менее, есть. Выбираем, заполняем. Количество вопросов не ограничено. Далее. Есть еще одна интересная вещь. Это для учителей, наверное, интересно. Тест в настройках. Выбираем опцию «Тесты». Тест включает в себя автоматическую проверку. Это работает, если вы выбрали опцию «Один вариант из нескольких». То есть у вас на все вопросы будет выбор одного варианта. Тогда вам сервис может автоматически сразу все проверить. Выбираем опцию «Тест» в самом начале, перед тем, как создавать вопросы. И выбираем опцию «Когда». После отправки формы, например. Если мы выберем, то сервис сразу все посчитает, и участник получит информацию, на сколько вопросов он ответил верно. Нажимаем «Сохранить». И обязательно под каждым вопросом мы теперь указываем количество баллов. Ну вот, в левом нижнем углу ответы, а в скобочках один балл. То есть, если ответишь на этот вопрос, получаешь балл. По итогу участник получает на экран, сколько баллов он набрал. Например, 10 вопросов, 10 баллов, ты ответил на 8, получил 8 баллов. Таким образом. Это очень экономит время, сразу скажу из личного опыта. Особенно если тестов проводить много, классов много, и ты не успеваешь все проверить, это очень здорово экономит время, и сервис очень многое за вас сделает. Кстати, здесь есть еще опция «Обязательный вопрос». Если вы хотите, чтобы какой-то вопрос был обязательно отвечен, то нужно поставить рычажок в положение вправое, передвинуть его вправо, он будет синенький. Значит, что участник не отправит вам эту форму, пока не ответит на этот вопрос. В качестве обязательного вопроса я ставила, например, фамилию, имя. Ну, только чтобы работы были подписаны. Вот. Иногда участники забывают это делать, поэтому обязательно прописываем вот это. А так, собственно, обязательными можно сделать все вопросы. Если у вас какой-то очень важный контрольный момент, это можно тоже устроить. Ну и далее, как обычно, мы сохраняем это все. Здесь вы можете, конечно, дать доступ к редактированию этой формы, но я думаю, поскольку в одиночку чаще всего это создается, это не обязательно. Главное нам получить ссылку, ну а дальше ссылку распространяем по электронной почте, в сетях, как угодно. Конечно, участники получают эту форму, отвечают на вопросы. Ну а вы у себя на Google Диске получаете статистику. Статистику можно получить прямо в самой форме. Она будет вот такая красочная, красивенькая, с диаграммами. Вы можете посчитать, кто как ответил. Сводка вообще по всему классу и сводка по отдельным пользователям. Посмотрите, как они ответили. Плюс, если нажать на значок зелененький, вот этот вот, то у вас создастся Google Таблица. И в этой таблице по каждому участнику будет список всех его ответов. Если необходимо для статистики вот так сохранить, то можно как табличку тоже сделать. Тут на усмотрение, что больше нравится. Этот опросник вы можете встроить на страницу сайта и блога. Кстати, не только ссылкой делится. Но и это очень хорошо используют библиотеки для разных дистанционных конкурсов, например. Придумывают вопросы, дают варианты ответов, потом собирают это все, проверяют или автоматически проверка идет. Ну и дальше награждают победителей таким образом. Так что это очень отличный инструмент, простой и эффективный. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сегодня рассказать про Google. Продолжение следует, будет уже в апреле. Остановимся на Google картах. Что у нас еще осталось? Блоги, сайты, YouTube. Вот все остальные вспомогательные инструменты, которые, может быть, не так сильно востребованы. Но если вам интересно, то приходите в апреле. Все, пожалуй, на этом. Большое спасибо, что пришли. Жду на следующий вебинар в следующем месяце. Всего доброго. Продолжение следует...